Вот, собственно, с этой саблей можно считать начало нашего музея, нашей галереи. Это сабля моего отца. Она, сабля, называется Уланская, образца 21-го года. И мы долго, мы это дети нашего отца, не знали ее существование. Я думаю, где-то только в 1990-1995 году, где-то в это время, мы ее нашли. И нашли, как очередной ремонт дома, капитальный, и на чердаке, причем не просто лежало, естественно, спрятано, было найдено. И тогда разговор с отцом, почему, как. Когда начинал собирать, то я не думал, что это будет коллекция. Когда отец рассказывал о своей кавалерийской службе, бесспорно, мне это очень интересно было, волновало. И когда он показал, что у него есть сабля, с которой он служил, ну, с этого, собственно, и началось. Я Гришук Анатолий Георгиевич, почетный гражданин города Гродно, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь и кавалер Ордена Улыбки. И отец очень гордился, вы знаете, он, ну, начал с того, рассказывал, что ее нельзя доставать. Если доставал, их учили, значит, нужно рубить. А иначе она должна быть зачехленной. Но нас он учил этим характеру кавалериста, характеру человека с оружием, когда и ходить, не сгибаясь, танцевать, как учил. Когда военкомат образовался в Берестовице, тогда его призвали в Красную Армию. Он послужил, и Орден Красной Звезды был им заслужен. Поэтому мы тоже очень гордились, он этим тоже гордился, участник Великой Отечественной, Орденоносец. Это в нашей семье очень высоко ценилось. И мы эти праздники очень... 9 мая это был, конечно, огромный семейный праздник. И мы тоже всегда гордились отцом, что он участник, не только участник, но и Орденоносец. У меня много друзей. И у меня был день рождения. Было 23 февраля. Я их предупредил, ребята, что вы не дарите мне плюшевых мишек. Есть тема, которая мне нравится, и вам тоже будет приятно внести свою роль, свою часть в эту коллекцию. Вот так и рождалась, и так и она... Но когда дошло уже до приличного количества, тогда мы говорили уже о том, что это коллекция. Ко мне в гости приехал Лойко Александр Вячеславович. Это сегодняшний руководитель Мирского замка. И человек, глаза загорелись. И он сказал, не, 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 это в подвале не может быть, это должны быть в замке. И мы начинали, ведь это вот все было в Мирском замке. Сказал, что хранить это дома, в подвале, это преступление. Я не хотел быть преступником. Я это сделал прежде всего для того, чтобы люди могли это видеть. Согласитесь, что такого, ну, Гродно точно нет. Да и в Беларуси для провинциального нашего, так сказать, королевского провинциального города, это очень-очень интересно. Вот это и есть та шпага, подаренная Александру Медведеву Арнольдом Швастнеггером, который очень-очень-очень уважал Александра Васильевича за его подвиги, за его успехи, за его спортивные успехи, за его непобеденность. Непобеденность он ни разу, он ушел чемпионом с Олимпиады, поцеловав ковер. Это здорово, наш мужчина. Есть еще филиал в Лидском замке, да, да, да. Если говорить о оружии, это где-то 100-110, так, ну, кроме того, ведь еще есть и ордена, и кубки, всего, ну, всего, конечно, где-то 250 разного рода экземпляров. Здесь, в галерее, очень много экспонатов, 100-200 лет примерно. Это уже считается антикваром. Но это, это, ну, одна из самых моих уважаемых экземпляров, ну, и самый, можно сказать, ценный. Он 12-14 век. На Чукотке, когда ложили кабель, выкопали вот этот ботаз. Он был завернут в шкуру, там все с левой, дерево и шкура. Это древко есть двухметровое. Когда его исследовали, это оказался ботаз, ну, возможно, японского воина, которые приезжали, ну, хотели Чукотку к себе прибрать в те времена, но Чукотки очень боевитые люди, и они дальше берега далеко не уходили. И вот это, похоже, это высшего офицера, поскольку вот четыре золотые вставки. Сами по себе экземпляры являются ценностью, которые являются семейной ценностью. И это, и есть тот капитал семейный, который очень важен и нужен для... Сейчас я думаю, как это юридически написать, чтобы три или пять поколений не имели права продать ничего. Вот я об этом думаю. Я уже серьезно, я так решил, так будет, что я не знаю, дай бог, чтобы мои внуки были такими же умными, как дед, но шучу, конечно, они умнее меня. У отца тоже было ружье, и, может, тогда они были такими жестокими законы, запреты, и он брал на охоту. И, конечно, когда я возрастел, я получил билет, и начал достаточно активно охотиться. Но, чтобы вы понимали, охота не есть главная добыча зверя. Это общение с природой, общение с друзьями. Ну, во-первых, физическая достаточная нагрузка. 30 километров в день когда-то мы проходили. Сегодня немножко по-другому охота. Чтобы не считали нас такими-то варварами, убийцами, это регулирование численности. И сегодня это очень грамотное регулирование численности. Поверьте, если не регулируют численность оленя, лося, они нанесут ущерб природе, нанесут ущерб лесу. Ну, поэтому все это нормально. Сегодня это цивилизованно нормально. Здесь больше представлена география рыбалки. Охота и рыбалка – это, ну, человек, если увлекается одним, обязательно не будет безразличен другому. Если говорить о рыбалке, ну, если брать индийский Тихий океан, то там многие страны, начиная от Кении, Кения, там Панама, там Канада, Чукотка, Казахстан, Сейшилы, Андеманы, острова это индийские. Здесь Альпы, там желтоперый тунец, 80 килограмм, и собакозубый тунец. Потом вот здесь мы вдвоем держим осетр 2 метра, и здесь вот сом 2 метра 25 сантиметров. Агрокатуральский комплекс «Коробчицы» начал строительство в 2002-м и закончил в 2010-м. Когда я стал руководителем, ездили по Европе, ну, это я видел в Прибалтике, что-то подобное, и видел в Польше, в Германии. И постепенно мне приходила эта мысль, что-то сделать у нас. А потом эта мысль у меня укрепилась, а потом так случилось, что нам ту землю, где это пилораму, собственно, отдали, ну, как бы за долги. Того хозяйства уже нет, а рядом были просто неудобицы. Так называется, это и есть юридический термин земли. То есть она ни для сельского хозяйства, ни для чего не могла быть пригодна. Ну, а животных, это естественно, мы уже без этого не могло быть. И павлины, и фазаны я сам привозил, где только мог. И павлинов, и белый павлин был красивый, фазаны разнообразные. Тоже я нашел там с подвижников Михаил и Валерий, которые там по-прежнему работают. Мы привозили, но где только возможно было, из России, из Польши, из Прибалтики, и даже был кенгуру. Это просто, мы этим жили, я все выходные там, рабочий день, рабочая неделя, а субботу после обеда, воскресенье мы планировали, ходили, где что-то будет, как будет и так далее. Так оно рождалось. Что касается привлечь, ну, как я называю, и планерка, 25 человек, и желающих еще примкнувших, это было, ну, это был праздник. Мы же не только, извините, тупо там лопатами или граблями или что-нибудь. Это был праздник работы, труда и отдыха. Четыре часа работы, обед, анекдоты, встречи, вспоминания на работе, там, шутки, приколы. Опять работаем, ну и ужин. Поэтому, поэтому это было, это люди старались попасть на это мероприятие, на субботу. В Коробции было очень много известных, знаменитых людей. Я начну с главы нашего государства. В октябре месяц был Александр Григорьевич Лукашенко, он приехал и сказал, извини, у меня только 25 минут, он пробыл два часа. Медведев, тогда он был премьером России. И все премьеры СНГ были. Тогда это он проводил, там заседание. Режиссер Занусий, Нобелевский лауреат Джаред Салферов был своим другом. Ну, не говоря уже, ну, все губернаторы нашей страны, очень все гости, российские, много губернаторов было. Все, кто приезжает в Гродно, сегодня там, я назвал так, кого-то только вспомнил, ну, министры очень много, и обороны, и, по-моему, честно, ну, практически, ну, все министры, кто приезжает в Гродно, все были там. Мне Бог дал эту возможность, эту делать, строить, помогать людям, и поэтому, вот, фраза, всегда у меня была отговорка, норма не должна быть подвигом. И, единственное, сложнее было мне ответить на вопросы, особенно россиян, когда ходили по коробочицам, зачем ты это делаешь? Это же не твое. Они не понимают, там много частного. Они не верят, что это не моя собственность лично. Но, когда-то на каких-то совещаниях говорят, твои коробочицы, я говорю, я так привыкну, что это мои коробочицы. Орден Улыбки, это Орден Организации Бюджетных Наций, НСК, это за помощь детям. Помощь детям, это было не только 1 июня, день защиты детей, но это послужило первой причиной, как раз на границу ехали французы и поляки, французы и заехали в коробочицы. И как раз они с этой организации, с ЮНЕСКО, и они увидели, что мы принимали детей. Очень много инвалидов было, мы их там катали на лошадях, общались, и они даже, они меня вычислили, даже без представления. Я там бегал, вот, и через год они еще раз приехали. И потом уже номинировали на этот орден. Из знаменитых людей я знаю точно, что первым в Советском Союзе был Сергей Образцов. Это, вы помните, театр кукол в России, да? И первый, единственный в то время. Ну, скажу, что еще Иоанн Павел II взял только эту награду. Каждая страна хотела наградить ее безусловно выше награды, но нет. И я очень горжусь, и это ко многому обязывало. Но так меня воспитали. Так я, понимаете, но еще благодаря поддержке семьи у меня никогда не было каких-то там несогласий, что это не нужно делать, или это затратно, или это действительно, давай лучше машину купим. Нет, у нас полное понимание и дети, и супруга. Все это большая моя поддержка, и все гордятся моими заслугами, и, ну, не пользуются. У меня практически, как там по дереву, не было проектов, которые были ошибочными. Строительство там цеха на комбинате, или там крупные вложения, это нигде ошибки не было. Хотя считается, что, к примеру, там каждое десятое начинание только бывает успешным, глобальное начинание, такая мировая практика. Но у нас без промаха. Ну, если не я, то кто? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...